Музыка Я вам немного расскажу теории, расскажу, что из себя представляет сейчас биржевой рынок, какие инструменты есть, какие рынки на московской бирже. Ну и, в принципе, потом мы перейдем к тем возможностям, которые появились в законодательстве. Александр, конечно, все правильно рассказал, но не многие из вас все равно станут профессиональными игроками на полном рынке. Да, вообще не только фондовом, на биржевом рынке. Но я надеюсь, что эти знания действительно для вас будут полезны, и вы, по крайней мере, получите инструмент для сбережений, для того, чтобы как-то обеспечить свое будущее. На самом деле, если, как Александр сказал, пускай не ежедневно, как он там по одному доллару откладывает, а раз в месяц 10-15% не тратить, а уберегать, то, по крайней мере, свою старость вы точно будете достаточно обеспеченным человеком, даже при небольшом уровне заработной платы. То есть вся задача не в том, сколько вы зарабатываете, а в том, сколько вы тратите. Значит, ну, теперь немного о том, что из себя представляет современный биржевой рынок. Значит, ну, свою историю он начал в начале 90-х. Вот, в эти годы, там, 92-93 года, существовало порядка 2000 бирж, большая часть из которых, конечно, были товарами. Вот, тогда все производственные связи были нарушены, и чтобы как-то промышленность работала, вот эти биржи образовывались, и там каждое предприятие реализовывало свою продукцию. Ну, для обеспечения работы товарной биржи, и для определения вообще курса национальной валюты, крупнейшей банки России, своей поддержки Центрального банка, организовали Московскую межбанковскую валютную биржу. Именно такое изначальное название было в нынешней Московской бирже. Потом, в процессе своего развития, биржа добавляла дополнительные опции, появлялись новые инструменты, на базе которых формировались новые рынки. Параллельно появилась биржа-конкурент, биржевая группа, это группа РТС в 95-м году, которая имела тоже свою специализацию. И вот, где-то к началу нынешнего столетия на российском биржевом рынке функционировало два крупнейших биржевых фондинга, это группа РТС и группа ММВБ. Притом, каждая из них, в общем-то, имела свою четкую специализацию. Группа РТС была лидером на рынке производных финансовых инструментов, то есть в срочном рынке, а группа ММВБ была лидером на рынке реальных активов, в спотовом рынке, то есть в рынке акций, в рынке организаций, в денежном рынке, в товарном рынке. Но внешняя конкуренция, обострение за капиталы, объединение крупнейших биржевых площадок на мировых рынках поставили вопрос о выживании российского биржевого рынка, так как шли глобальные слияния на биржевых площадках и в начале 2011 года решением двух акционеров двух биржев было принято решение объединить площадки на базе ММВБ. Объединенная биржа получила новое название полное открытое акционерное общество Московской биржи ММВБ РТС, сокращенное наименование Московской биржи. Значит, в 2013 году биржа разместила свои же акции, стала публичной компанией, у себя же на площадке. И в прошлом году произошло вторичное размещение, Центральный банк избавился от половины своего пакета. На сегодняшний день, несмотря на это, НЦБ остается крупнейшим акционером Московской биржи, потом идет Сбербанк. Ну и крупнейшие брокеры также являются владельцами Московской биржи. После объединения Московская биржа стала универсальным биржевым хутингом, который предоставляет доступ на все рынки. То есть вы видите, это фондовый рынок, денежный рынок, рынок производных финансовых инструментов, товарный рынок и валютный рынок. Оказывают различные дополнительные сервисы и услуги. В составе биржи работают Национальный биржинговый центр, который является третьей стороной по всеми сделкам, и Национальный расчетный депозитарий всей группы. Значит, за последние годы после объединения произошли кардинальные изменения в торгово-биржинговой структуре в расчетной инфраструктуре, появился центральный депозитарий, где хранятся теперь все выпуски ценных бумаг. Благодаря его открытию на наш рынок вышли зарубежные клиринговые дома, европейский клиринговый клирстрим. Значит, заработал центральный контрагент на базе НКЦ, как я уже сказал, он выступает третьей стороной по сделкам. И, в принципе, поэтому все сделки, которые происходят на бирже, гарантируются это именно Национальным клиринговым центром. То есть, если одна из сторон по сделке отказывается от выполнения своих обязательств, то НКЦ выполнит перед вами условия этой сделки, а потом со стороны не исполнившей свои обязательства будет требовать возмещения, плюс еще штрафные сансы. Значит, как я уже сказал, был введен новый цикл расчетов Т+, раньше был цикл расчетов Т0, то есть поставка против платежа. Сейчас расчеты по сделкам происходят на второй день. И благодаря запуску этих расчетов на российский рынок вышли крупнейшие глобальные банки, которые стали предоставлять доступ иностранным инвесторам, которые теперь свободно сами могут самостоятельно приобретать российские активы. Я так буду быстро, потому что время у нас не очень много, и чтобы вас сильно нагружать. Но если надо, попросите, мы вам сбросим эту презентацию. Начните. Что еще самое важное, что в случае кризисных ситуаций Московская биржа является своеобразным каналом по вливанию ликвидности Центральным банкам в финансовую систему страны. Это через приемовый рекорд банкам России, депозитарные и кредитные операции, а также свои средства размещают через депозиты, пенсионный фонд, Минфин. Теперь немного о продуктах. При том, все, что здесь вы видите, то есть и инструменты фондового рынка, и инструменты валютного рынка, и срочного рынка, кроме денежного рынка, доступны на сегодняшний день частного инвестора. Это было так не всегда. Два года назад для частного инвестора не были доступны ни зарубежные ценные бумаги, ни валютные инструменты, ни тем более рынок драгоценных металлов. То есть это была привилегия крупных брокеров, даже не брокеров, а банков, потом брокеров, и только потом эта возможность стала доступной для частных инвесторов. То есть инструментарий для вас просто широк, и благодаря этому вы можете формировать различные стратегии. То есть если вы торгуете внутри дня, это одна стратегия. Если у вас есть необходимость просто сохранить их длительство и капиталов, то совершенно другая стратегия. Что из себя представляет структура торгов на московской бирже? Значит, хочется сразу отметить, что она не статична, а в зависимости от экономической ситуации она меняется, хотя и не очень существенно. Основной объем торгов приходится на валютный рынок и на денежный рынок. Но это объективно, так как в случае изменения валютных курсов существенных, либо возникновение какой-то стрессовой ситуации. Взоры всех наших инвесторов и реальных производителей обращаются сразу на валютный рынок, сразу ажиотажный спрос, резко вырастают объемы. Денежный рынок – это рынок, в основном, такивы, жилых банков. И, соответственно, потребность в рефинансировании, размещении своих денежных средств приводит к тому, что основные обороты, конечно, концентрировались там. Тут отдельно выделен фондовый рынок рынок и рынок гособлигаций, но это просто, чтобы было наглядно, что все это относится, конечно, к фондовым инструментам. На их долю приходится в совокупном обороте незначительная часть, всего 4%. В условиях статизизации экономики эта доля возрастает примерно до 8-10%, но она все равно будет выше, не понималась. Значит, стоит отметить, что, несмотря на все кризисные там явления, санкции и прочее, инструмент как российских, так и зарубежных инвесторов все равно есть и в долговых инструментах, и в инструментах акционерного капитала. Ну, суммарный объем вы видите, это порядка 500 с лишним миллиардов, триллионов рублей годовой объем, то есть цифры просто полосами. И поэтому для частных инвесторов всегда есть простор на рынках московской биржи. Теперь немного к теме нашей сегодняшней олимпиады, то есть к инструментам фондового рынка. На сегодняшний день мы сейчас 1788 допускал цены гумана допущены, 726 митингов. Сейчас вам доступны как акции российских эмитентов, то есть акции корпоративной облигации, ФСЗ, субфедеральной облигации, муниципальные, ПАИ, паевых фондов, ипотечные сертификаты и депозитарные расписки, а также акции иностранных эмитентов, облигации, ПАИ и депозитарные расписки. Основными игроками на фондовом рынке можно грубо так их объединить, это инвесторы, конечно, манитенты. Инвесторы это как физические лица, так и юридические лица, профучастники, либо просто юридицы. Но как вы знаете, торговод вы сможете, конечно, только через профучастника, напрямую держа с физлицами, просто с частными инвесторами, да и с юридическими лицами инвестора не работает. Работает только с профучастниками, все остальные инвесторы могут иметь доступ только через профессионального участника. Инвесторская база, несмотря на все явления, кризисные, она не мешается, постоянно растет в начале этого года. Также наблюдается рост где-то на 50 тысяч клиентская база выросла. Единственное, печально то, что у нас сейчас около миллиона уникальных инвесторов, уникальный, то есть это имеющий, но не дублируются счета у брокеров, то есть все, вот вы, Иванов Иван Иванович, он открыл счет, если у него есть второй счет другой брокерской компании, вот тут на ней читается, то есть именно уникальный, зарегистрированный один раз. Вот на доли физических лиц приходится, конечно, полное большинство, так скажем, подавляющее большинство, это 900 тысяч инвесторов, но я говорю, что печально, что большая часть из них спящих, активных инвесторов, то есть инвесторов, которые совершают хотя бы одну сделку в месяц, из этого количества меньше 70 тысяч торгуют. то есть за прошлый год и процентра в районе 64 тысяч активных инвесторов. Значит, как я уже говорил, тут видно плохо, что полностью... А, надо было нажать. Значит, иностранные инвесторы также не уходят с рынка, иностранные инвесторы, что хочется даже отметить дальше. Их доля даже в совокупном обороте торгов растет. За первые два месяца был введен вообще за последнее время рекордный объем чистых, открытых позиций в покупке, вернее, это порядка 26 миллиардов рублей. По всей видимости, вот дни укрепления рубля, тут, наверное, сочетание дефакторов, как приток внешних, так и внутренних инвестиций, прежде всего, наверное, пытаются уловить возможное понижение ставки ключевой Центрального банка, и на этих новостях купить прежде всего, наверное, на государственную цельную бумагу, по которым сейчас достаточно существенная привлекательная покупка. И, как я уже сказал, 26 миллионов чистых, открытых позиций на покупку от иностранных инвесторов толкнули наш рынок почти на 300% вверх. Видно, что доля иностранных участников почти 7%. При этом стоит отметить, что именно большое количество частных инвесторов делает рынок более ликвидным, так как на долю частного инвестора приходится тоже порядка 34-36% совокупного грима на московском фондовом инструментов. А это, как я уже говорил, несмотря на то, что рынки были внешне закрыты, несмотря на это, размещения на бирже происходили, при том ликвидность бумаг, имеющих двойной листинг, как на зарубежных площадках, так и на московской бирже, на московской бирже была значительно выше, астриды по акциям были в 2,5 раза ниже, чем в этом году уже также произошло два размещения, вторичное размещение ламбита и недавно была размещена лента, я единственное, так и не успел посмотреть, двойная она была размещена только в загранице. Вот сейчас дальше мы расскажем об изменениях в налоговом законодательстве, которые вам позволяют получить дополнительный налоговый стимул и достиженные российские активы. Есть тонкости, я буду больше на теории, а тем лучше на право. А можно уточнить? У нас всего получается в России торгуют 70 тысяч активных? Активных, активных, то есть те, кто хотя бы раз в месяц содержит. Всего лишь 70 тысяч? 70 тысяч. Ну, мы не берем Форекс, то есть там мы не знаем, это пока нерегулируемая московская бюджета. Ну, я отмечу, что в принципе это нормально, не обязательно. Тут говорили о скальпинге, это образ жизни, он подходит точно не всем. И идея, что работать это плохо и надо везде не торговать, это тоже идея недостаточно спорная. То есть если получается нормально, мне допустим вполне комфортно по будильнику встать, пойти на работу и быть начальником. Отличный вариант, зарабатываешь деньги. И раз вместе, один день вместе я торгую, покупаю акции. Собственно, о таком пути инвестирования мы сейчас и расскажем. То есть когда не надо торговать на три дня, а можно торговать. Что еще хочу добавить, то по сути своей фондовый именно он растущий. Прежде всего тем, что покупая акцию, вы покупаете долю в реальном предприятии и есть просто текущая инфляция. То есть в связи с этим доля предприятия, доля того актива, она как минимум должна расти на инфляцию. Как минимум. Предприятие зарабатывает прибыль, соответственно на больших промежутках рынок растущий и как правило он растет выше инфляции. Если посмотреть в долгую историю Сбербанка, то доходности по акциям Сбербанка доходили до 22 тысяч процентов за 10 лет. Поэтому я говорю, не обязательно торговать, выбрать это профессии. Профессия это конечно хорошо, но уметь сберегать свои денежные средства, вкладывать их разумно, то есть определить предприятие, которое действительно работает, не МММ, а банк, нефтяную компанию, понять ее и просто туда инвестировать. Раз в полгода накопили, не обязательно заходить, собрали сумму, завели на свой брокерский счет, купили откид. Держите, на самом деле про нее можно на какое-то время забыть, если не профессионалка, то есть вы облилили ума, то со временем она все равно будет расти. Давай запустим презентацию. Я презентацию делал достаточно короткую, я считал для студентов вклад в будущее на 40 лет вперед, чтобы планировали свою жизнь идеалистически и поможет вам в этом новое законодательство, которое принято 2015 года, а именно инвесторщит так. Что это такое? То есть государство у нас при том, что сейчас кризис и, как говорят, что все плохо, о народе оно даботится. Оно приняло решение, что будет субсидировать людей, которые инвестируют в российский фондовый рынок через механизмы индивидуального инвестиционного счета. Первое, что хочется вам сказать по теме презентации, считаете ли вы, что с момента выхода вас на пенсию, вы сейчас студенты, будет существовать вообще пенсионная система? Кто не знает ответ на этот вопрос? Ее не будут. Ее не будут. А почему? Потому что пенсионеров обычно сейчас уровень жизни растет, хорошее питание, хорошее лекарство, и пенсионеры живут там, ну, будут жить, я надеюсь, до 90-100 лет. Сейчас пенсионная система рассчитана на то, что работающие сейчас люди отчисляют деньги государства, но их выплачивают пенсионеры. И поэтому в какой-то момент у всех стран, кроме Китая, у которого нет пенсионной системы, возникнут проблемы, что пенсионеров так много, что им невозможно выплачивать пенсию. В России это событие, кстати говоря, может никогда не наступить, поскольку по статистике мы самая молодая нация в Европе. Так что сначала у Европы закончатся деньги, потом у нас. Но и второй момент, даже если пенсия останется, считаете ли вы, что она будет достаточной для комфорта жизни? Тоже вряд ли, да. И, соответственно, правильный ответ на эти вопросы такой, что по своей жизни надо заботиться самостоятельно и вопрос, как это сделать. Инвестсчета государство сделало в первую очередь для долгосрочных инвесторов, которые вкладываются по сути на всю жизнь и хотят получать именно пенсии какую-то хорошую доходность. Есть два типа инвестсчетов. Первый, если у вас есть уже доход, платите налоги, то все, что вы положили на инвестсчет, 13% от датуры вам в качестве налогового вычета возвращают государство. И второй тип инвессчета, который у нас подробно установлен, это просто вы открываете инвессчет, торгуете на нем и вообще не платите налоги. Хорошая вещь, я не буду рассказывать об ограничениях, там есть ограничения, что нельзя вводить деньги досрочно, что нельзя положить больше 400 тысяч, но в случае именно взгляда на инвессчета как некое накопление на пенсию, это не принципиально. Что позволяет сделать инвессчет второго типа? Он позволяет сделать личный пенсионный фонд, то есть откладывая 5 или 10% под доходы на инвессчет второго типа и покупая на эти средства в равных пропорциях. Дивидендные акции, облигации, золото, это все, что можно купить, кстати, на валютной бирже, на московской бирже, точнее. можно к выходу на пенсию хорошо себя чувствовать и я надеюсь смогу вас убедить в этом. Как говорят китайцы, лучшее время писать дерево это 40 лет назад. Второе, самое лучшее время писать дерево это прямо сейчас. К сожалению, я когда был в вашем возрасте, я не откладывал деньги, это скорее были кредитные карты, такая у меня была финансовая стратегия. А сейчас наоборот, у меня нет кредитных карт, есть обережения и я хочу вам посоветовать собственно делать то же самое и уже начинать это делать со студенческой стороне. На инвесчете вы не платите на много доходов и это важный момент именно для такого долгосрочного инвестирования в разные группы активов. Если вы интересовались фондовым рынком, а я надеюсь это было, за последний год что случилось с акцией не росли, валюта вы видели выросла, облигации из-за санкций упали, а золото, которое фактически привязано к доллару, к концу года сильно вымахало. То есть оно в долларе, цена его не изменилась, а в рублях торгуемое золото на московской бирже выросло в два раза. Что делают в этот момент нормальные инвесторы? Они занимаются ресоталокейшн, есть такой термин, то есть они занимаются реабалансировкой активов. Акции упали, облигации упали, а золото выросло. Они продают золото, докупают акции и облигации, опять делают портфель равной пропорции. После этого, если вы уже помните, что было в январе-феврале, облигации вернулись своим нормальным значением, акции сильно выросли, золото немного упало. То есть человек прокатился на золоте, переложился в акции, в облигации, прокатился там. В принципе, эта стратегия тоже работает. Работает она именно за счет реабалансировки. То есть самый хорошо выросший актив продается, покупается, самый плохой, но всегда там пропорция где-то в 33% в активе остается. Вот. Интересная стратегия. Лучше всего, если вы ее сами проверите, то есть возьмете там котировки за последние 10 лет акции, облигации, золото, ну или их индексов, проверите, что было бы, если бы вы вложили 10 лет назад, понемногу доносили деньги и еще занимались реабилансировкой. Хорошая стратегия и вообще не требует от вас затрат времени. То есть вам не надо изучать объемы, торговать внутри дня и так далее. Это вас не сделает миллиардерами, вот, вы не станете новыми соросами, там, или кто-то сейчас кумир будет. Но в принципе такой стратегии следует очень много инвестиционных фондов. Когда они сделают мало сделок, не тратят деньги на комиссию биржи, но зарабатывают для себя. Плюсы следующие, что положить деньги на банковский счет, к сожалению, недостаточно. Сейчас очень много для нас искушений, новый айфон, последний, всегда хочется взять деньги, которые откладывали и потратить на него. А когда вы это тратите через брокерский счет, положили в акции и в золото в облигации, реально психологически гораздо труднее продать, особенно, когда вы будете в оппозиции. Поэтому это тоже такой путь сохранить деньги. Что еще хочу отметить, у меня такая лекция для людей вообще финансово неграмотных, вы уже не такие, насколько я понимаю, вы все-таки финансово, я надеюсь, очень хорошо разбираетесь, но хочется отметить какие-то вещи, которые могут быть неочевидны. Те, кто пользуется кредитом, платят 30% банку за то, что они им пользуются. Если они в этот же банк несут деньги и кладут на депозит, они получают ставку 10%. Ну, на эти 2% банка живет между тем, что он отдал по депозиту и взял в кредит. Независимо от того, чем вы планируете заниматься вообще в жизни, лучше все-таки, во-первых, страховаться от того, что ваши планы не реализуются и иметь некую подушку безопасности. А во-вторых, лучше всего это делать в месте, которое вам обеспечит наибольший доход, например, на мой взгляд, это фондовый рынок. В долгосрочном плане он доходнее от других активов. Опять же, это очень спорная вещь, предлагаю вам ее почитать, выбрать какой-нибудь год, посмотреть, что было бы, если вы вложились в акции. особенно отмечу. Это, к слову, о том, что рынок очень разный, то есть вы можете много заработать, а можете много проиграть. Есть специальная наука фундаментальный анализ, мы о ней сегодня вообще не говорили, но люди очень много сил и средств тратят на то, чтобы вообще понять, стоит ли купить некое реакции или их продать на платформу. Совет по инвестированию. Самое доходное инвестирование, по моему мнению, это образование. Вы все здесь учитесь, я надеюсь, вы все закончите свои университеты, улучшится вас красным дипломом. Это, с точки зрения финансов, это вложение разовое, от которого денежный поток идет практически до пенсии сам. То есть вы один раз получили образование, потратили на это время, может быть, если на платном учительстве и денег, но в любом случае, это наиболее доходная инвестиция. То есть вы получив образование, в разы больше получаете, чем люди без него. За исключением может быть предприниматели. Но все-таки даже предприниматели с высшим образованием обычно достигают больших результатов. Второй инвестиционный совет заводает Стивен Линч. Такой тоже, если хотите почитать книгу именно по срочному инвестированию, то Стивен Линч один из таких же корефеев в этом вопросе и очень много читается. Не начинайте инвестировать, пока не купили квартиру. Потому что если будете торговать, то какую-нибудь акцию неудачно неудачно купить, много людей неудачно купили квартиру, на самом деле очень мало. Поэтому откладывая деньги, вы можете копить на фондовом рынке, но вот так глобально строить на этом свой будущий денежный поток и заработок лучше после того, как у вас уже есть квартиры и там, где жить. вот третье это мой совет не берите кредит и не давайте в долг. Не беря кредит вы теряете свободу финансовую, а давая в долг друзей теряете, к сожалению. Прошу вас не верить в мои слова, да, проверьте, да, самостоятельно рассчитайте, сколько получите средств через 10 лет откладывая 10% от дохода. Три вида активов. Акции, УФЗ, золото и используя реглансировку раз в год. Можете даже проверить, почему раз в год, а не раз в месяц или полгода. Тоже интересные данные. История фондового рынка в последние 10 лет доступна всем желающим прямо на сайте Московской биржи. Ну, и на других сетях. Это мы 20 лет на рынке, топ-10 по оборотам, тысячи клиентов, регулятор, сейчас это тоже хорошие новости, одинаковые с банковской системой и центробанкой. Для всех, кто хочет все-таки попробовать прямо сейчас торговать на реальном счете, можете обратиться к Людмиле, можем вам открыть брокерский счет, там будет специальный студенческий тариф, вы сможете попробовать свои силы в реальном рынке. нет, ты скажи, что это льгот именно для финалистов, то, что нет ограничений по средствам, что нету минимума, это может быть и тысячу рублей, и нету, и специальный тариф, это член тарифного комитета, вам говорит? Тариф сделан специальный для финалистов, и у вас будет уникальный тариф, который не будет просто в этом самом, в общем тарифе для всех, это будет тариф специальный для финалистов сегодняшнего, как дополнительное поощрение, чтобы меньше целей зарабатывал, а вы больше зарабатывали. все-таки теория практики и даже торговля реально отличается от тема счетов, если все-таки хотите реально попробовать, то возможно я тебе благодарю за внимание. Я так про... Немножко по поводу, если можно. Тут больше затрагивался счет типа В, но у вас есть родители, которые работают, вы еще как бы не вошли, есть еще счет типа А, который в общем-то предназначен для людей, которые получают доход облагаемой по ставке 13%, то есть зарплату там, либо еще какие-либо доходы, там вычет предоставляется на внесенные деньги, то есть вы можете вынести максимум 400 тысяч рублей на три года, и там от раннего качественного планаторного налога, но на сумму большинства недорога предоставляется налоговая вычета. То есть максимальная сумма предоставленного вычета за год это 52 тысяч рублей. Плюс вы получаете дополнительную доходность, имея такую консервативную стратегию, допустим, надежные облигации, либо госбумаги вкладываемая, вы получаете еще порядка 12-13, то есть ваша годовая доходность достаточно привлекательна, значительно выше банковского депозита. И самое главное, что надо знать, что этот счет именно для многосрочных месяцев минимума три года, и максимум, что вы сможете туда внести пока 400 тысяч рублей. Хотя ведущие брокеры сейчас в ЦБ продали заявление с надолгостью увеличения этой суммы до 800 тысяч рублей. Как уже было сказано, купить можно пока на весь счет практически все и акции, и облигации, и валюты, срочные инструменты, даже брать пока еще плечи можно, если вам это будет позволить, да, то есть надо участвовать риски. И что надо еще знать, что денежные средства и доходы по счетам рассчитываются отдельно, то есть в общем базу доходов не учитывается. Что еще можно сказать? Да, тут про кредиты еще. Не берите кредиты, лучше вот подвергите, соберите необходимую сумму, то есть либо вы будете три года выплачивать, да, либо вот просто будете копить эту сумму и приобрести потом то, что вам надо, да, то есть посчитайте, что будет выгоднее на самом деле. Либо там лишний год постирать руками рубашку, либо три года выплатить сумму, которая будет равна, допустим, еще одной такой же машине стиральной. Что для вас эффективнее? взять кредиты вложительную сумму счет. Это спорно. Да, очень спорно. Если у нас есть время, может быть, вопрос у вас есть повыше, скажем. А можно я спрошу? Да. образование образование иметь, или что нужно сделать, чтобы занимать вашу должность? Вы по-русски студент, конечно. Нет, я... Во-первых, надо высшее образование иметь, во-вторых, профильное, то есть если вы хотите работать с брокером, то Центробанк это дело регулирует, и на начальнице должности может человек быть только с профильным образованием, и с определенными аттестатами по фондовому рынку лицензируемым Центробанком. У вас все, что вам надо. То есть на высшее образование у вас какое образование? У меня должность бизнес-анализ. Ну, это анализ бизнес-процесса. Но именно для сотрудников проекта штук-фирм сейчас правило первое это аттестат базовый по фондовому рынку, и аттестат 1. Если хотите доверительным управлением заниматься, то еще аттестат номер 5. Сложная вещь, то есть сходу наверное не все его могут дать аттестат, но высшего образования для этого вполне хватает, чтобы эти аттестаты получить. Вот что нужно. Нет, скажу, что без профильного высшего образования сейчас на фондовом рынке работать А здесь ни у кого не будет по-моему этого профильного? Нет, юридическое тоже профильное считается, как ни странно, просто экономическое или финансовое экономическое или юридическое. Финансовое, экономическое, юридическое. Если вы прямо такой суперматематик, то вам не надо быть начальником. У суперматематиков другие должности в финансовых компаниях работают. Поэтому не теряйте надежду при хорошем плане об устройстве если есть светлая голова всегда она сработает. Продолжение следует...